Спикер Одесской областной войсковой администрации Сергей Братчук, который уже теперь с нами нас увезет. Подарусь, Сергей, витаем вас. Сергей, у меня к вам такой вопрос. Доброе утро, героям слава. Вот вы, наверное, слышали этот опрос касательно того, это россияне в городе Сочи делились своими мнениями по поводу того, что они знают о гибели крейсера Москва. У нас есть такая информация, это распространило Радио Свобода со ссылкой на одного из моряков, который оказался спасенным с крейсера и звонил матери, сообщил, во-первых, о том, что погибли все, кто был на палубе и в рубке. И он сказал, что крейсер, что они двигались на Одессу с целью захвата города. И высадки десантников. Да, что-то вам известно по этому поводу, насколько вообще, если бы доплыла Москва до Одессы, действительно, что бы у них получилось. Спасибо огромное за включение. Спасибо вам за поддержку информационную и человеческую. Я, конечно, слышал то, что говорят россияне. Сразу хотел бы отметить, что, вы знаете, где-то сразу первые часы после большого вторжения России, после 24 февраля, меня спросили о том, что концентрация зла российского в одном человеке, в Путине. Вы знаете, я сразу ответил, нет, ответственность должны нести все россияне, без исключения. И, к сожалению, к счастью, не знаю, наверное, к сожалению, все-таки не ошибся. И, услышав эти ответы, могу констатировать, к сожалению, да. И я хотел бы, чтобы каждый из россиян нес ответственность. Они к этому не готовы и не осознают этого никогда. Да, к сожалению. Говоря о Москве, вы знаете, это тот случай, когда я, наверное, себе позволю первый раз процитировать, нет, второй, я уже цитировал. Первый раз, второй процитировать, у нас по-другому его называют, гражданина Путина, который называется президентом Российской Федерации, о том, что что с Москвой? Она утонула. Она утонула не потому, что вот решила так утонуть, да. Утонули, потому что так работают наши вооруженные силы. Что касается Одессы, непосредственно крейсера Москва, да, крейсер Москва, флагман Черноморского флота Российской Федерации находился в составе той группировки кораблей Черноморского флота, которые угрожали и сейчас тоже продолжают угрожать нашему городу, нашему региону и всей Украине, потому что мы знаем, что, к сожалению, сегодня в составе Черноморского флота остались те корабли, которые могут наносить именно ракетные удары и артиллерийские удары по нашим регионам. Конечно, еще раз скажу, в первую очередь речь идет о Черноморских регионах, коим является наша Одесская область. Понятно, что той морской десантной операцией, которая планировалась, и ее хотели начинать, ну, буквально, наверное, действительно, в первые дни большой войны крейсером Москва была отведена очень большая роль, ну, едва ли не самая главная, потому что это подавление наших систем противовоздушной обороны, это выявление наших ударов с воздуха и береговой охраны, потому что крейсер Москва, несмотря на то, что сегодня его хотят представить, во всем этом Россия, во лжи постоянно, его хотят представить неким таким советским, извините, корытом ржавым, который пора бы восписывать. Нет, крейсер Москва, это было главное судно, которое было таким себе, знаете, противооборонным щитом, куполом для всего Черноморского флота. Флагман, опять-таки, главный корабль. Так вот, высадка морского десанта, которая планировалась к нашим берегам, она, конечно же, должна была производиться, прежде всего, с больших десантных кораблей, и мы знаем, что один из этих оккупантов, ордынцев, капитан третьего ранга, я не буду называть его фамилией, пусть в аду с ним разбираются, именно командир большого десантного корабля Цезарь Конников, он закончил свой бесславный неофицерский путь на территории Украины в порту Бердянска. Вы знаете, там наши тоже отлично сработали и потопили Саратов. Так вот, именно с этих больших десантных кораблей планировалась высадка морского десанта к нашим берегам. Сегодня мы не видим явного желания россиян попытаться это сделать. Правда, один из антигероев чеченской кампании, генерал Шаманов, по-моему, так его зовут, герой России, у них все герои такие, заявил о том, что Одесса готовься, мы там кольцо чуть ли не вас уже взяли, будем атаковать и так далее. Нет, они отошли. Сегодня, я думаю, что российский флот, черноморский, я говорю о нем, задумается, стоит ли подходить к берегам Одессы. Поверьте мне, что силы обороны региона, черноморского побережья Одессы сегодня сделают все возможное. У нас есть достаточно сил и средств для того, чтобы вот без преувеличения нога ни одного морского пехотинца, русского матроса не ступила на наш без преувеличения священный берег. Мы этого не допустим, они не доплывут. В Одессе шутят, шутят не над войной, над этим грешной, нельзя сегодня смеяться. Нас болит каждый день, каждую секунду. Мы шутим во время войны, это поддерживает нас в том числе, ну и Одесса не была бы Одесса. Так вот, мы говорим, тот морской десант закончился, давайте нам следующий. Поэтому о военной компоненте я сказал, о том, как мы к этому относимся тоже. Да, потеря Москвы это большой удар по черноморскому флоту России, да по всему флоту России. И Москва показала миру. Сгорел сарай, сгорит и хата. Я о московском Кремле. Все еще впереди. Сергей, у меня к вам такой достаточно большой развернутый вопрос, потому что мне придется цитировать. Я не знаю, знаете ли вы, кто такой Владимир Осечкин. Это российский правозащитник, основатель сайта ГУЛАГу.нет, который публиковал раньше информацию и видео о том, как пытают в российских тюрьмах. Он находится, естественно, за границей, потому что невозможно в России бороться с системой и находиться внутри страны. И в последнее время он очень часто публикует информацию, у него есть свои инсайдеры и ФСБ, в том числе он публикует информацию, которую ему сливают о том, что в генштабе происходит, что в российском, что в ФСБ происходит. И буквально вот последняя информация, вы сами с ней можете на фейсбуке ознакомиться, там касается Одессы несколько пунктов. Вот ему инсайдер сообщает, я цитирую, зато в Одессе делается ставка на хаотизацию по всем направлениям, кроме военного. Дело в том, что контрразведка Одессской СБУ является слабейшей из региональных в Украине. Кроме того, хозяйственное управление Одесским регионом ведется по остаточному принципу, то есть не ведется вообще. Именно поэтому основной удар по расшатыванию обстановки ляжет именно на Одессу. Вот вы согласны с таким утверждением? Ну, давайте говорить, вот я отвечу таким образом. Город живет. Город не впал в панику. Тревога, да. У нас военное состояние, у нас военное положение, у нас война. Город живет. Люди стали возвращаться. Возвращаться, прежде всего, стали мужчины, которые пополняют ряды вооруженных сил Украины, пополняют ряды нашей террабароны. Одесса едва ли не единственный город в стране, в котором пришлось, потому что очень большой наплыв желающих защищать свою родину, дополнительно создавать бригаду территориальной обороны. Дополнительно. Бригада – это не рота, это не батальон, это бригада. В Одессе работает контрразведка, которую почему-то называют слабым звеном. Но если слабое звено выявляет едва ли не каждый день вражеских шпионов, корректировщиков вражеского огня, если город сегодня есть стратегическим пунктом на этапе борьбы ресурсов, война сегодня, да, в том числе и борьба ресурсов, если город сегодня подставил плечо Николаеву, еще одному нашему городу крепости, сегодня каждый город в Украине крепость, практически каждый город, если мы формируем стратегические запасы, если мы ведем посевную кампанию, скажите мне, если бы в городе, в области был хаос, если бы что-то было неуправляемое, такой регион бы мог сеять сегодня хлеб и готовиться к сбору будущего урожая, для того, чтобы внести свою лепту в нашу общую победу. Сегодня, хорошо, пусть это будет на совести тех, кто сказал, сегодня наша военная компонента 7-0, Одесса против России, мы выигрываем по самолетам, 2-0 по кораблям, причем один из них крейсер Москва, и не последний, я думаю, крейсер или корабль, который мы подбили. Я уже не говорю о беспилотниках, если не ошибаюсь, на сегодняшний день их 12 сбитых, про дроны там уже молчу и все остальное. Наши ребята, именно одесситы, бьют врага под Херсоном, под Николаевым, под Киевом отогнали Орду, под Харьковом, да где наших только нет. Вы не помните знаменитая, ты же одессит, Мишка, да, а это значит? А это значит, что одессит, Мишка сегодня украинец и в составе вооруженных сил бьет врага. Сегодня одессит, Мишка днем и ночью, без привлечения, и ночью в том числе, сеет хлеб, сеет рис, другие культуры. Мы готовимся, еще раз скажу, к тому, что будем собирать урожай. Еще раз скажу, вот одесситы, город работает, у нас постоянные воздушные тревоги. Но ты мне имеешь в виду, минулая ночь прошла спокойно, вы так само поведомляли. Прошла спокойно, да, я об этом с утра сказал, вы знаете, несмотря на то, что мы в постоянной тревоге, это правда. Ну, если бы я сказал, что, вы знаете, мы тут, ну, вообще в тылу, у нас сегодня нет в Украине тыла, но это правда. Не верьте тем, кто будет говорить, что есть тыловые города, прифронтовые. Сегодня есть регионы, к сожалению, с более активной фазой, горячей, да. Мы сегодня, конечно, внимательно отслеживаем ситуацию, то, что происходит в районе Изюма, Славянска, Запорожская область, Херсонская, конечно же. Это все рядом. Тем не менее, у нас сегодня нет, к сожалению, безопасных мест. В России достаточно пока еще ракетного вооружения. Тем не менее, я уверен, что та помощь со стороны Запада, Соединенных Штатов, которые к нам идут, в том числе и в тяжелое вооружение, мы просим современные системы противовоздушной обороны, они просто ускорят процесс нашей победы и ускорят процесс распада Российской Федерации. Но это уже другая тема, и пусть они там себе варятся в своем котле, разбираются со своими ФСБ и с тем, кого они взрастили на своих необъятных просторах. Сергей, я бы хотела скончить нашу размову таким, на кольких это махчим, позитивным акцентом. Будь ласка, я лише так закінчую нашу размову, вирішу свою размову, спілкуючись, в том числе, и с вами, и с одесситами, что роблю. Слава Богу, есть такая возможность каждого ранку и каждого вечера, сподіваюсь, вы сейчас понимаете, про что я говорю. А то, что я сейчас скажу, понимает весь мир. Ну, это уже наш такий бренд. Наша черноморская посмешка для вас, для всех ваших глядачей, для весьма света. Мы держимся и мы победим. Все будет Украина, все будет Беларусь. Спасибо большое.